Добрый день всем, рада вас видеть и рада буду читать ваши комментарии. Я буду периодически заходить в них, так как у меня сейчас разные окна, это потребует немножко переключаться. Наша сегодняшняя тема, как уже сказал Сергей, это работа с эмоциональными состояниями в период нестабильности и кризиса. Давайте посмотрим на ситуацию несколько шире, нежели то, что сейчас с нами происходит. Сейчас действительно мы оказались в ситуации очень нестандартной, такой, которую в принципе очень сложно прогнозировать и предполагать. Действительно то, что можно назвать и кризисом, и нестабильностью. Но давайте понимать, что в принципе такая ситуация, она является скорее исключением, нежели правилом нашей жизни. И конечно же мы в любом случае так или иначе из этой ситуации выйдем, но тем не менее наша жизнь, она все равно предсказуема на каком-то уровне. И если вы вспомните ранее, да, вы жили примерно стабильно, примерно понятно, но тем не менее все равно возникали какие-то такие ситуации, которые тоже вызывали какой-то стресс. Тоже включали ощущение, что почва уходит из-под ног. И поэтому навык работы с эмоциями, это в принципе навык, который полезен, что называется, для жизни. Да, особенно сейчас, когда фактически вот те самые нересурсные состояния, нересурсные эмоции актуализированы. Но тем не менее, если вы на данный момент научитесь управлять этими состояниями, навык управления вам будет полезен и в дальнейшем. То есть это то, что называется must-have. Это вот то, что вот как будто бы вы когда-то научились ездить на велосипеде. Точно так же вы через какое-то время, через много лет все равно на нем поедете. То есть это вот то, что просто встраивается, то, что просто есть. То есть вы можете мне сейчас уже задавать какие-то вопросы на тему, как управлять своими эмоциями в тех или иных ситуациях. Я пока буду вам что-то рассказывать, но тем не менее, я буду учитывать те вопросы, которые вы задаете. И техники, да, вот какие-то фишечки я буду рассказывать уже в применении к вашим конкретным реальным задачам. Вот, поэтому, чтобы мы могли не просто там теоретически с вами поговорить, да, вы послушали, ну, и успокоились, а чтобы вы могли прям здесь и сейчас применить вот эти самые технологии, так и назовем их. Ну, давайте просто для начала с вами подумаем, ну, даже так, актуализируем, да, что в принципе может запускать вот эти самые эмоции не ресурса, эмоции тревоги, страха, беспокойства, гнева, агрессии, да, то, что мы традиционно считаем не очень хорошими эмоциями, да, в чем причина запуска вот этого не ресурса. Ну, как правило, мы негативно реагируем в каких ситуациях? Когда меняется привычная ситуация и нарушается привычный образ жизни, образ жизни в целом, да, и привычных поведенческих стратегий в разных жизненных контекстах, да. Ну, например, если вы ходили на работу, да, и вы примерно знали, что там каждый день, там, в девяти часам утра вы там встанете, сделаете то-то, то-то, поедете на работу, там вы будете делать то-то, то-то и то-то, но происходит что-то, что сбивает привычный процесс, да, привычную стратегию ломает. И тогда что? И тогда мозг не понимает, а что делать, да, и тогда возникает у кого-то тревога, у кого-то включается состояние более сильное, да, по интенсивности, страх, да, у кого-то включается агрессия, как это так, что случилось, почему все происходит не так, как я там рассчитывал, не так, как я планировал. И, соответственно, когда рушатся привычные стратегии, запускаются и ресурсные состояния. И, конечно же, когда сейчас все мы оказались в ситуациях, когда, в принципе, сломалась ни одна привычная реакция, да, ни одно привычное поведение нужно как-то менять и адаптировать, когда и с работой у нас все происходит не так, как мы привыкли. И в семейных отношениях у нас все происходит не так, как мы привыкли, да, и в реализации своих интересов, хобби все происходит не так, как мы привыкли. И, соответственно, это вот какой-то такой достаточно большой системный крах описания внутреннего мира, который запускает вот эту тревогу, вот это беспокойство и ощущение нестабильности. И тогда что мы начинаем делать в первую очередь, да, в первую очередь, конечно же, что начинает делать мозг? Он начинает искать, за что бы ему зацепиться, где бы найти вот те самые точки отсчета, на которые можно ориентироваться, да. С учетом того, что нет внутренней информации, а что же теперь делать, эта информация ищется прежде всего во внешних источниках, да. А внешние источники – это там СМИ, это интернет, это телевидение, это какие-то разговоры, это обсуждение людей, которые якобы являются экспертами, да, и те, которые якобы являются экспертами, это обсуждение ситуации там, что называется, на кухне. Все это является источником, в которых мозг пытается что-то найти, чтобы определиться, а что делать дальше. Таких источников огромное количество, и найти в огромном количестве какое-то там здравое зерно очень сложно в отсутствии того, в отсутствии внутреннего знания о том, что происходит. Поэтому вот поиск каких-то внешних точек опоры – это дело интересное, может быть, но не очень благодарное, особенно когда внутри происходит такой кризис внутреннего знания о мире. И нам в этот момент нужно понять, на что, на какие конкретно моменты, на какие конкретные ситуации мы реагируем, и что конкретно запускает у нас тревогу в большей или меньшей степени для того, чтобы взять вот эти моменты под контроль. Мозг стремится к тому, чтобы глобализировать проблему, а наша задача заключается в том, чтобы вот из этого общего потока информации, из этой общей непонятной тревоги и непонятно за что хвататься, что делать, чтобы вывести из этого состояния, найти какие-то очень четкие, очень конкретные точки, на которые мы можем воздействовать, и тем самым мы дадим точки опоры самому себе, и эти точки станут вот тем самым, вот теми самыми точками, на которых можно будет выстроить выход, да, такой, проложить мост по выходу из вот этого нересурсного состояния. Давайте помнить о том, что недаром говорят, да, если вы не можете изменить ситуацию, а вот сейчас происходит то, что мы действительно не можем изменить, вот каждый сам по себе, да, каждый вот в отдельно взятой там квартире, семье, да, в отдельно взятом там городке, там, большом, меньшем городе, но мы, каждый из нас может изменить отношение к происходящему, но когда я говорю изменить отношение, да, вот все-таки здесь речь идет не о том, чтобы сказать себе, да ладно, это вот там все ерунда, да ладно, это мы все перезидем, там всякое бывало, нет, вопрос в том, что наша задача в том, чтобы запустить другую эмоциональную реакцию, а эмоциональная реакция у нас все-таки основывается прежде всего на сигнальных эмоциях, и если мы сможем управлять вот теми самыми базовыми сигнальными эмоциями, тогда мы сможем изменять и свое отношение к происходящему, при этом это не значит, что мы перестанем быть критичны, это не значит, что мы наденем розовые очки и будем там радоваться всему и не видеть ничего плохого, нет. Вот давайте приведу вам такую аналогию, вот если вы, например, вот случилось что-то в жизни, да, какая-то там неприятность на работе произошла, и вы, например, находитесь в ней ресурсе, вы устали, вы не выспались, вы голодны, вы, может быть, простыли, да, и вот это ваше состояние физиологическое, биологическое, да, оно вам не дает возможности, да, посмотреть на эту ситуацию хоть как-то легко, хоть как-то позитивно, да, потому что помимо того, что вот вы находитесь в ней ресурсе, ваше тело в ней ресурсе, вы, естественно, на ситуацию, которая произошла на работе, смотрите, о, и это еще тоже ко всему прочему, да, вот, но если вы находитесь в состоянии, что называется, ресурса, да, там, у вас там хорошее настроение, вы отдохнули, вы эту же самую ситуацию, как воспринимаете, да ничего, мы справимся, мы разберемся сейчас, посмотрим внимательно и так далее, поэтому ситуация проблемная, она такова, какая она есть, и она не будет, она не будет другой, но в зависимости от того, как вы внутренне к ней отнесетесь, вы эту ситуацию решите с большей или меньшей эффективностью, если вы внутренне имеете ресурс, соответственно, эта ситуация, она станет для вас, ну, какой-то там, ну, задачей для решения, да, вот, если вы не имеете ресурса, вполне может быть, что вы просто даже, ну, опустите руки, да, потому что нет сил, непонятно, как с этим справляться, и вот такое отсутствие внутреннего ресурса, вот отсутствие точек внутренней опоры ведет к тому, что вы просто начинаете ощущать некоторую беспомощность перед, перед происходящим, да, вы теряете последние ниточки контроля, которые могут помочь вам выйти из этой ситуации, посмотреть на эту ситуацию и найти решение. Вот, то есть основная идея заключается в том, что работая с внутренними состояниями, работая со своими внутренними реакциями, вы можете управлять своим восприятием того, что происходит, управляя своим отношением и тем самым повышая свою эффективность решений, встающих перед вами задач. Вот, я сейчас посмотрю в чат, если там написано что-то, я буду отвечать. Нет, нет, ну, по крайней мере, у меня, может быть, не обновляется, и я, ну, по крайней мере, я пока не вижу никаких вопросов. Ну, тогда мы продолжаем, тогда мы продолжаем. Вот, итак, основная идея, конечно же, еще раз повторю, наше внутреннее состояние управляет тем, как мы реагируем на те или иные ситуации. Если вам, например, кто-то что-то сказал, сказал что-то не очень приятное, и вы находитесь в добродушном настроении. Ну, вы тогда это сможете воспринимать как шутку, там, съехать, отшутиться, закрыть глаза, там, проигнорировать добродушно, да, но если то же самое вам человек сказал, вы находитесь там в каком-то плохом настроении, соответственно, человек может получить в ответ тоже не очень приятные эмоции, и не очень приятные переживания. Вот, но что же нам делать, да? Вот, допустим, все оказались в ситуации, да, там, самоизоляции. Кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, но, тем не менее, да, привычный распорядок дня рухнул, и есть необходимость много времени проводить дома, много времени проводить в узком кругу, да, на небольшой, там, условной территории, вот, и в результате чего эмоции, которые раньше отреагировались где-то, они остаются внутри, о чем я говорю, да, ну, вот, например, раньше каждый из вас ходил на работу, а дети ходили в детский сад или ходили в школу. Соответственно, у каждого члена семьи его система ценностей спокойно реализовывалась. Часть ценностей реализовывалась в профессиональном контексте, часть ценностей реализовывалась в семейном контексте, часть ценностей реализовывалась в хобби, там, спорт, вышивание, рисование, там, ну, и так далее, у кого что. Таким образом жизнь шла гармонично, вся система ценностей так или иначе была реализована, и разные поведенческие стратегии были на своем месте. Но в какой-то момент что случилось? Люди оказались в одном месте, в одно время, и каждый со своей системой ценностей, которая по-прежнему должна быть реализована. Но контекста для этой реализации уже нет. Возникает задача, что ценности по-прежнему должны быть реализованы, но они пытаются быть реализованы через наших близких, через членов нашей семьи. И соответственно мы начинаем накладывать вот эту реализацию, мы начинаем ждать, что так или иначе кто-то нас поймет, кто поможет нам реализовать наши ценности. А другой человек, наш близкий, он в общем-то и не в курсе, что он должен оказывается так себя вести, так реагировать, так говорить, относиться вот с таким пониманием. Ведь раньше от него этого не требовалось, да, и как-то же мы жили. И вот такие взаимные, фактически претензии, взаимные ожидания, они ведут к тому, что начинается некоторое разочарование, да. Ну ты же мне близкий человек, ну как так ты меня не понимаешь, ну вот почему мы с тобой там, ну не можем договориться, да, ну ты же там обязан, и так далее. И меньше всего, конечно же, вот такая ситуация коснулась тех, кто и раньше работал в условиях удаленки, да. Но тем не менее, если в семье есть дети, то даже в таком формате деятельность начинает присутствовать в том поле, в котором раньше их не было. И это тоже вызывает определенные ожидания, которые тоже не реализуются. И, конечно же, в первое время, когда есть еще идея о том, что это ненадолго, есть механизмы, которые позволяют эти эмоции, ну условно говоря, подавить, условно говоря, вытеснить, да. Если мозг считает, что это продлится какое-то время, а потом все восстановится, то есть это ненадолго, недолго можно потерпеть. Но мы понимаем, что ненадолго не хватило, да, то есть в какой-то момент ситуация изоляции продлевалась, в результате чего внутренних ресурсов на сдерживание, на подавление уже не оставалось. И, конечно же, тогда мы понимаем, что эмоции, которые являются нересурсными, но за которыми стоят какие-то ценности, они в любом случае должны быть реализованы. И они будут реализованы. Но, к сожалению, если нет никаких стратегий адекватных, то, как правило, это выливается в конфликты. И тогда, да, вот обращаются люди, говорят, что там вот я включу на своего ребенка, да, или сейчас пишут о том, что стихистика разводов, ну, как бы начинает расти, да, или там она резко взлетит вверх, да, после карантина. Поэтому важно найти вот такие каналы, через которые негативные там эмоции будут реализованы. Но давайте, наверное, все-таки подумаем о том, что негативные эмоции, по сути своей, они не являются такими уж плохими. Они плохие только потому, что мы их вот таким образом оцениваем, и способы их реализации, они, ну, социально неодобряемы, да, то есть конфликт – это не лучший способ, ну, там, реализации своих ценностей. Но, тем не менее, если это единственный способ, то, соответственно, наша психика, она будет запускать привычные форматы достижения желаемого. Вот, поэтому давайте подумаем о том, а что же делать, если есть вот такие вытесненные эмоции, когда сдерживаться уже невозможно. Вот я сейчас посмотрю, пока все понятно, спасибо, Ася, да, окей, значит, я продолжаю. Если есть вопросы, да, там, задавайте. Что же делать, когда у нас вот эти эмоции вытесняются? Самый, вот самый правильный, давайте так сказать, вот самый правильный подход будет заключаться в том, чтобы понять, а что же за вот этой эмоцией находится. То есть какая ценность стоит за вот этим гневом, который возникает в ответ на то, что нам, ну, там, что-то не уступили, там, нам что-то не так сказали. И, в принципе, если вы подумаете над этим, да, то вы поймёте, что, ну, на самом деле вам хотелось бы, там, чего-то большего, да, что вам хотелось бы, чтобы вас приняли, да, вам хотелось бы, чтобы вас поняли, вам хотелось бы, чтобы вас поддержали. Но вот это знание о вот том самом позитивном намерении, да, внутреннем намерении, вот та самая ценность, да, оно у вас в голове, и ваш близкий, он об этом не знает. Ну, на абстрактном уровне, да, мы все понимаем, что все должны быть белые, пушистые, что все должны поддерживать, понимать друг друга, но, тем не менее, у всех разные стратегии. Если мы, там, близкому человеку не скажем о том, чего на самом деле мы хотим, то, соответственно, он просто и не догадается, ну, не умеем мы читать мысли друг друга, и поэтому зачастую проще бывает попросить сделать так, как хочется, да, не выдавать вот реакцию на то, что, например, кружка поставлена в очередной раз не там, да, там, а сказать, вот мне бы хотелось, чтобы вот эта кружка стояла на этом месте, да, или вот ты знаешь, у меня вот бывает состояние, там, я выполняю работу в условиях удаленки, там, мне, там, мешают дети, но мне бы очень хотелось, там, чтобы в этот момент, там, ты помог, да, и тогда мы понимаем, что мы будем выдавать реакцию не в ответ уже на свершившийся факт, с которым мы не согласны, а мы будем говорить, а чего мы хотели бы вместо этого, да, и тогда, в принципе, вы удивитесь, в самом деле, наши близкие, они и не против, в общем-то, с вами, там, договариваться, они абсолютно не против сделать так, как вы бы хотели, они просто были не в курсе, точно так же и ваши близкие, они тоже не всегда могут донести информацию, да, вот, фактически, как маленький ребёнок, да, вот он начинает чего-то капризничать, девчонка, непонятно, ему это предлагаешь, это, он капризничает, отшвыривает всё в сторону, и круто, если вы угадали с тем, что он просто хочет яблочко, ну, так, а почему ты не попросишь яблочко, да, не догадался ребёнок, он просто не подумал об этом, да, не сумел сформулировать, вот, поэтому очень важно, на самом деле, и общаться в том числе, да, поэтому нужно отследить, чего вы хотите, на самом деле, какая ценность у вас стоит за той или иной вытесняемой реакцией, потому что я больше, чем уверена, что раздражение и гнев, там, печаль и тревога возникают не абсолютно во всех ситуациях, они возникают чётко в конкретных ситуациях, да, вы даже можете какие-то сценарные моменты отследить, что, в принципе, вот всё нормально, но вот в этом случае, вот, просто у вас там крышу срывает, да, или только вот в этом случае, вот, там, на эти слова, там, вы реагируете так, что, там, плакать хочется, да, вот, и таких ситуаций, их, на самом деле, не так много, да, и просто прояснив, что на самом деле хочется вам, что на самом деле хочется партнёру, если вот он так, вот, одинаково реагирует в этих ситуациях, и это вот уже серьёзное решение проблемы, это с одной стороны, да, вот это одна фишка, на которую важно обращать внимание, да, тем не менее, вот это такая штука достаточно рефлексивная, да, нужно уметь обратить внимание на какие-то значимые для себя вещи, да, немножечко познакомиться с собой, и поверьте, когда вы начинаете знакомиться с собой, когда вы начинаете быть внимательными по отношению к себе, по отношению к вам становятся более внимательные ваши близкие, потому что они тоже научаются, мы существа социальные, мы учимся друг у друга эффективным стратегиям коммуникации, вот это тоже такой важный момент. Так, по вопросам посмотрим, Елена, любая эмоция для чего-то нужна, да, совершенно верно, Елена, да, так, вычислять триггеры в условиях опасности, Татьяна, да, совершенно верно, триггеры, это как раз-таки то, что запускает в нас те или иные состояния, те или иные эмоции. Хорошо, если у нас есть триггеры ресурсные, да, тоже вот буквально через минуту-другую о триггерах тоже мы поговорим, окей. Вот, и, например, например, если всё-таки ситуация такова, что не ресурс душит, вот просто уже не хватает никаких сил сдерживать эмоции, да, и уже не хватает сил на рефлексию, да, потому что всё-таки просто прёт и всё, тогда очень простые варианты. Один из вариантов – это физическая активность. Физическая активность, да, фактически о чём мы говорим, да, когда там есть какой-то там уровень стресса, когда там сдерживаются там негативные эмоции, а когда они просто прут, это запускается наша внутренняя биохимия, да, наше тело готовит нас там к борьбе, к рывку, к там, к побегу, к какой-то активности, да, там высокий уровень кортизола, который призван нас как раз-таки вот так вот мобилизировать, и лучший способ дать выход вот этому состоянию, да, и фактически, ну, как сказать, вот переработать вот тот самый кортизол – это физическая активность. И здесь неважно, чем вы займётесь, да, там вы поделаете какие-то интенсивные упражнения, да, то есть почему я говорю интенсивные, то есть потому что есть ещё варианты йога, да, ну вот, например, йога может быть тогда силовая, да, потому что чтобы тело прям было задействовано, да, я сейчас говорю вот не про медитативные какие-то составляющие, да, там не про расслабление абсолютно, не про это, вот, именно физическая активность, да, там, может быть, там уборка, это всегда, кроме того, что это полезно для эмоций, это ещё и как раз-таки вот снятие вот этого напряжения. Это может быть, там, спорт, опять же, да, мозг ещё такая интересная стука, очень любит к одному действию привязывать большое количество целей. Кстати, вот тоже возьмите это на заметку, если вы планируете что-то сделать, найдите несколько плюсов от того, что вы это будете делать, и чем больше плюсов вы найдёте, тем проще вам будет это реализовать. То есть вы, с одной стороны, убираете, с другой стороны, вы реализуете вот эту самую, свою внутреннюю энергию, и тогда уже будет неважно, как эта энергия называется, гнев, там, злость, тревога, раздражение, неважно, это внутренняя энергия для тела, это вот, там, энергия, которую нужно просто реализовать. Это вот один момент. Но бывает ещё полезна такая стука, называется автоматическое письмо. Вот, например, вас там душит, опять же, вот этот ресурс, и на другому человеку как-то вышпасит не очень-то хорошо, ну, в силу разных причин, да, потому что бывает, там, в эмоциях сказанные слова, они на самом деле, вот это не совсем то, что мы бы хотели реально сказать близкому человеку, но, тем не менее, эта энергия, она есть, и тогда автоматическое письмо не критично. Это когда вы просто, там, берёте, там, тетрадку, блокнот, и начинаете писать, писать всё, что приходит в голову. И вот в этот момент самое главное не фильтровать, позволить себе писать абсолютно всё. С той самой идеей, что после того, как вы это всё напишите, никто не прочитает. И, в принципе, вам тоже это читать не нужно будет. Это называется вот просто излить всё на бумагу. Ну, как в том анекдоте, да, к психологу приходит клиент и говорит, вот, вы знаете, меня просто бедит этот человек, просто вот не могу, хочу вот там его просто разорвать. Ну, ему дают рекомендацию, да. Вы напишите письмо этому человеку и сожгите, да. Ну, а с письмом что тогда делать? Вот это об этом, да. Но на женщину нужно будет письмо, да. Ну, здесь вообще вопрос не стоит, сжечь или нет. Ну, потом там выбросите, там, сожгите, это делать десятый. Вот, это тоже очень хороший выход энергии, да. Поэтому, кстати, ведение дневников – это очень интересная тема. Если кто-то интересовался, очень помогает знакомиться с собой, прорабатывать себя, трансформировать какие-то свои внутренние эмоциональные реакции. То есть, вот, когда вы чувствуете вот этот ресурс, у вас есть варианты, да. Вот мы уже их с вами обсудили. Это мы находим большую ценность, которая стоит за этой реакцией, за этой эмоцией, и просто реализуем ее напрямую. Это один вариант. Если эмоции уже сильны по интенсивности, да, и уже там не хочется искать никаких ценностей, а просто вот эту энергию надо выразить, тогда, конечно же, там физическая активность, либо автоматическое письмо. Вот это самое то, что нужно. Итак, триггеры, да. Что происходит, когда кончается ресурс? Так, Татьяна, мы еще поговорим с вами о том, где брать ресурсы, да, вот вопрос о том, как он кончается, где взять другие ресурсы, если кончается. Ася, с подростком можно договариваться, чтобы он не был агрессивный. Ася, ну вот, вы знаете, с подростками, да, можно и нужно договариваться. Потому что подростковый возраст, он действительно очень эмоционален сам по себе, а в условиях там самоизоляции, ограничений. Конечно же, это очень взрывоопасная такая штука. Вот. Да, во-первых, нужно договариваться. И вот как раз-таки с подростками, с подростками есть смысл говорить о ценностях. Да, вот, разговаривая о том, что им хотелось бы на самом деле, да, вот почему они так агрессируют, это как раз-таки будет их учить, ну, понимать самих себя, да. И в этом вы можете им здорово помочь. Вот. При этом, да, объясняя, что все-таки сейчас, когда у них происходят гормональные изменения в организме, это просто давность. Это просто давность, и с этим, ну, ничего невозможно сделать, и не нужно сделать. Делать. Нужно просто уметь, во-первых, они должны понимать, что это происходит. Во-вторых, что когда включаются какие-то эмоции, важно понимать, почему они включаются. И важно эти эмоции просто правильно канализировать, да, что называется, направляем энергию в мирное русло. И вот за это подростки будут вам, ну, очень благодарны, потому что им самим на самом деле тяжело вот в таких состояниях тоже находиться, управлять ими они не умеют, и они вот как раз-таки в этот период и обучаются. Итак, о чем еще, да, можно как раз-таки упомянуть, раз Ася подняла такую тему, да, договариваться. Договариваться нужно со всеми, да. Вот, и регламенты в условиях самоизоляции как раз-таки это одна из классных вещей. Когда все оказались там, условно говоря, на одной территории и при этом лишились некоторого своего личного пространства, которое раньше они могли где-то там получать там вне, да, этой территории, или в разное время делить это пространство, да, но сейчас все в одном месте в одно время. И вот здесь как раз-таки важно договориться, да, что там, если там мама хочет там, ей нужно побыть одной, да, там, ну, полчаса когда-то, какое-то время, да, я сейчас говорю очень условные такие цифры, да, что вот когда там вот мама берет книжку, да, пожалуйста, там, не трогайте ее какое-то время, да, или когда папа там взял рабочий телефон, там, там, это значит, что там папа сейчас работает, то есть нужны какие-то там критерии, по которым другие члены семьи будут четко понимать, что вот сейчас вот человека там лучше не трогать, да, ну, просто в силу того, что он сейчас там занимается какими-то делами. Раз вот телефон рабочий отложили в сторону, это значит, что можно подойти, пообщаться, там, что-то спросить и так далее, да, или определить, где у кого какие места, да, например, да, вот в этом углу, вот если я сижу в этом углу сейчас, да, ну, это значит, что там я отдыхаю, мне хотелось бы там побыть одному, да, или если там я сижу там вот в этом углу, а в этом углу, например, сидит наша бабушка, да, вот если она там сейчас отдыхает, там, ну, значит, да, дайте ей возможность побыть там одной, да, там, что-то такое, то есть все-таки должны быть какие-то четкие, понятные критерии, по которым вы можете понимать, что сейчас происходит с другим человеком, или подавать другим членам семьи сигнал о том, что у вас сейчас вот такой период, и вот вы сейчас занимаетесь там вот этим, это значит, что нам с вами можно пообщаться, да, вы готовы к общению, да, вы вышли из своего угла любимого, ну, все, вы готовы к общению, да, вот, вы там вернулись в него, это значит, вам хочется побыть самой, это некоторый такой дополнительный язык коммуникации, давайте понимать, что он и так существует в каждой семье, он и так существует, это то, что называется негласная корпоративная культура, да, она есть везде, там, и в компании, и внутри семьи, просто до момента, там, самоизоляции, да, эта система функционировала определенным образом, да, вот, сейчас, естественно, когда привычные паттерны перестают работать, эту систему просто нужно выстроить заново, но пока она выстраивается хаотично, идет некоторая война со всеми вытекающими последствиями, да, вот, вот, еще непонятно, что теперь значат какие-то другие действия, да, какие-то другие символы, вот, и тогда просто нужно договориться, это действительно проще, это действительно менее энергозатратно, вот, и это будет говорить о том, что вы относитесь друг к другу с уважением, и это будет уже серьезным вложением в нормальную, спокойную коммуникацию внутри семьи, вот, поэтому, да, регламенты и договоренности, это тоже важный момент управления эмоциональными состояниями, да, то есть иногда, там, лучше, там, предотвратить, да, нежели потом бороться как-то с последствиями. Так, и следующий еще такой интересный момент, да, давайте вспомним о том, что у каждой семьи есть какие-то свои внутренние ресурсы, да, во-первых, у каждого члена семьи есть свои личные ресурсы внутренние, о которых он, там, думает, в которые он погружается, и, в принципе, он себя тем самым успокаивает. У семьи тоже есть вот такие ресурсы, и у этих ресурсов в том числе есть некоторые якоря, которые могут помочь получить доступ к этим ресурсам. Каждая семья, так или иначе, переживала огромное количество совместных событий, да, ну, опять же, начиная с момента, когда мама с папой, там, еще до свадьбы встречались, общались, да, потом, там, сам факт свадьбы, потом были какие-то события, там, внутри семьи, там, рождение детей, походы куда-то, какие-то важные моменты, которые вспоминаются тепло и с любовью. И вот здесь вот на что важно обратить внимание, да, наш мозг таков, что он, опять же, да, я уже об этом упоминала, он стремится обобщать, он стремится раздувать из мухи слона. Да, и вот если он из мухи раздувает, там, хорошего слона, да, если он вспоминает хорошие события ресурсные, ой, слава богу, мозг молодец, спасибо ему большое. Но, к сожалению, очень часто бывает так, что мозг раздувает негативного слона, да, и вот там за цепочкой за цепочкой, да, там, события за событием он вспоминает все негативное. Вот здесь вот, кстати, у вас есть выбор, да, в какую, в какую сторону, да, направить вот это свое внимание. В общем-то, да, где наше внимание, да, там и наша энергия. И это уже там действительно настолько понятная, да, фраза, что управляя вниманием, вспоминая позитивных якоря, да, мы в том числе в свое настоящее, в свою текущую ситуацию начинаем притягивать, начинаем запускать и позитивные состояния. Поэтому, да, вспомнить, что хорошего было вместе с вами, раз вы все равно много времени проводите вместе, раз все равно вы общаетесь друг с другом. О чем общаться, это полностью ваш выбор, да, то есть ваш личный и ваших там домочадцев в том числе, да, и тогда есть смысл повспоминать что-то хорошее. Возможно, посмотреть, там, опять же, альбомы какие-то, какие-то фотографии, вспомнить, где вы были. И вы можете это сделать в форме игры, да, кто больше хорошего, интересного вспомнит, а кто вспомнит что-то, чего не помнят другие, и он тем самым им это напомнит, да. То есть таким образом вы через вот эти позитивные якоря начинаете включать ресурс настоящим для всех членов своей семьи. И, опять же, находясь уже тогда в этом состоянии, вы будете заполнять вот этим состоянием, ну, и свое окружение, да, и свое пространство в том числе. И тогда, конечно же, да, мы будем понимать, что наша жизнь, она полнится разными событиями и ситуациями, но тогда, если кто-то что-то не так сделал, не так, может быть, сказал, вот эти такие, с вашей точки зрения, их промахи вы же сами будете воспринимать гораздо проще и легче, потому что вот та ценность ресурса положительных эмоций будет гораздо выше, да, и она будет стирать вот тот самый негатив, ну, скажем так, ну, не просто стирать, просто трансформировать. Это будут просто какие-то такие рядовые события, и все, вы перестанете придавать им какую-то негативную окраску, потому что только наш мозг говорит о том, это хорошо или это плохо, это позитивно или это негативно. Так, опять нет звука, ну, вы знаете, я вам честно скажу, у меня все без изменений, то есть у меня не происходит ничего, а сейчас как со звуком, подскажите, пожалуйста. Звук есть, да? Окей, хорошо, спасибо, Сергей, за комментарий, отлично. Ну, тогда мы продолжаем. Если есть вопросы, вы тоже задавайте, не стесняйтесь, вот, все ли вам понятно, может быть, там какие-то моменты прояснить, да, потому что бывает так, что кому-то понятно, но кто-то на свою ситуацию не накладывает, да, там, или, может быть, какие-то есть нюансы, тогда может возникнуть вопрос. Ну, хорошо, и давайте вот еще о чем поговорим, да, был вопрос о том, что делать, если заканчивается ресурс. Давайте так, вот в НЛП есть такая идея, пресуппозиция, да, одна из пресуппозиций, которая говорит о том, что все необходимые ресурсы у нас уже есть, да, то есть в человеке есть все, что ему необходимо для решения тех или иных задач, да, это очень мощная такая поддерживающая идея, вот, и исходя из нее, мы понимаем, что, собственно говоря, ресурс закончиться не может, он не может закончиться, но бывает так, что мы в какой-то момент, почему у нас заканчивается ресурс, собственно говоря, да, вот у нас есть какое-то состояние, хорошее позитивное состояние, в какой-то момент, и через это состояние позитивное мы реализуем какие-то свои ценности, в какой-то момент в окружении происходит что-то, что нарушает какую-то нашу другую ценность, которая точно так же важна и точно так же нам нужна, и эта ценность подвергается какой-то потенциальной угрозе, да, на нее там нападают, может быть, это происходит, и скорее всего, это происходит неосознанно, то есть там нас специально другие люди вряд ли будут прям как-то цеплять или пытаться задеть, вот, это происходит, скорее всего, неосознанно, вот, но тем не менее, мы воспринимаем так, таким образом, что на нашу ценность, ну, как-то нападают, да, там возникает какая-то угроза, и так как произошло это нападение один раз, а позитива в нас еще достаточно, то есть наш фокус внимания еще направлен на позитив, да, то мы можем на это закрыть глаза, а, ну, ладно, там, ну, сказал и сказал, да, там что-то ответили, да, когда стратегия продолжает реализовываться, да, со стороны другого человека, там, вот, прежнему там что-то вот в эту сторону нам говорит, да, мы так раз еще раз, ну, да что такое, да, то есть угроза, она не исчезает и может даже, ну, нарастает, и наш фокус внимания, он начинает немножечко смещаться в сторону наблюдения за угрожающим фактором, вот, но наш ресурс, он по-прежнему остается, он никуда не денется, ну, например, по-прежнему продолжается угроза, там, нашей ценности, и тогда наш фокус внимания просто переходит в формат, ну, уже теперь тотального наблюдения или уже даже, может быть, защита, ценности, ценности по отношению к которой мы чувствуем угрозу. И здесь возникает идея, что наш ресурс закончился. Нет, наш ресурс, он не закончился. Фокус внимания с этого ресурса переведен на данный момент более значимые вещи, на защиту нашей ценности. Вот, вот, если смотреть на происходящее именно с такой точки зрения, тогда мы понимаем, что, в принципе, у нас по-прежнему есть все ресурсы, и мы по-прежнему можем их использовать для того, чтобы, для того, чтобы себя поддерживать. Если, например, ваша ценность подвергается какой-то угрозе, для вас эта возможность пересмотреть, а что вообще сейчас, ну, происходит, почему я лично вот на это вот так вот реагирую, да. Вот. Вполне возможно, что я не обращаю внимания на потребность другого человека, да, на потребность члена своей семьи, который, ну, почему-то там вот так мне говорит. Мы помним о том, что он так говорит, потому что у него там тоже есть какая-то своя ценность, которую он хочет реализовать, но он не умеет это сделать иначе, чем он это делает, да. Он не знает, как по-другому эту ценность свою реализовать. Вы можете ему в этом помочь, да, там, условно говоря, там, попытавшись выяснить, о чём он на самом деле хочет, да. Вот, например, там, ты там обещала, там, не сделал, вот, попросила, раз, другой, третий, там, а вам, например, ну, не хочется. А вопрос, а чего на самом деле хочет человек? Чтобы вы именно вот это и вот так вот сделали для него? Или он хочет, чтобы вы просто уделили ему внимание? Ну, и если, например, действительно речь идёт о том, чтобы ему уделить внимание, то обязательно ли уделить внимание именно таким способом, как он хочет? Или, может быть, это можно сделать другим способом, который лично вам был бы гораздо более комфортен, и тогда и вы довольны, потому что вы сделали что-то, что вам комфортно. Ну, и при этом человек получил то, чего он так давно хотел, да. Особенно вот с детьми вот эти вещи ярко проявляются, да. Дети иногда могут капризничать не потому что им плохо, не потому что они голодные, не потому что они там, они просто хотят, чтобы мама их обняла и просто там погладила по голове, сказала, какая-то молодец или какой-то молодец, да. Вот, поэтому иногда проще сразу сказать и погладить по голове какой-то молодец, нежели там терпеть 2-3 часа непонятных капризов, да, потому что мы выясняем намерение и даём прямую реализацию этого намерения, да. Да, это вот один из вариантов. Это к вопросу о том, что, ну, ресурс ваш, он никуда не денется, он останется с вами, но ваш фокус внимания, да, он действительно может быть смещён. И пути реализации тех или иных ценностей это то, что может фактически вернуть ваш фокус внимания снова к вашему ресурсу и даже расширить его в том случае, если вы найдёте адекватные способы реализации своих ценностей и поможете членам своей семьи тоже напрямую эти ценности реализовывать, да, тогда действительно ресурсов станет в фокусе внимания вашим ещё больше. Так, а что я посмотрю, что у нас есть? Интернет есть, звука нет. Ася, ну и попробуйте восстановить, да, что ты сделаешь. Вот, итак, что ещё, что ещё можно сделать для того, чтобы научиться иначе реагировать на какие-то эмоциональные раздражители, да. В НЛП есть такая интересная техника, которая называется круг совершенства. Эта техника используется в тех случаях, когда нужно на какой-то триггер, на какую-то вот ситуацию, ну, давайте так, триггер это то, что запускает эмоциональную реакцию, да, то, что запускает процесс. Ну, мы говорим об эмоциях, значит, запускает какую-то ту или иную эмоциональную реакцию. Триггером может стать на самом деле всё, что угодно. Давайте так, человек, существо такое очень сложное и очень интересное. Он, во-первых, может реагировать на внешние триггеры, да, когда он кого-то увидел, и у него включилась какая-то эмоциональная реакция, да. Он что-то услышал, у него включилась какая-то эмоциональная реакция. Ему кто-то что-то сказал, и у него включилась эмоциональная реакция. Окей, хорошо. Это, по крайней мере, понятно, да. Но человек может о чём-то подумать, и у него включается какая-то эмоциональная реакция. Это вот когда речь идёт о том, что он, да, как в том, тоже в том анекдоте, там, мужчина говорит, вот я утром встал, вышел, пошёл умыться, почистить зубы, и вышел я из ванны уже разведённым человеком, да. Потому что жена в этот момент уже там что-то сказала, сама себе ответила, сама на это отреагировала. И это характерно, в принципе, для мужчин и для женщин, здесь не о половых различиях речь, а о том, что действительно мы можем сами себя накрутить. И вот эти вещи очень важно отмечать. Действительно ли настолько нас раздражают или приводят состояние, там, тревоги наши близкие, с которыми мы находимся в условной изоляции, да, или с которыми нам нужно взаимодействовать по тому или иному поводу, настолько ли они действительно включают наши те или иные эмоциональные, нересурсные, да, эмоции, или в большей степени мы сами себя накручиваем внутренним диалогом. А вот что бы он мне мог сказать, а что бы я ему ответила, а он бы мне вот так, а он бы вот так и так далее, да. Давайте будем честны, действительно мы не только умеем так делать, мы часто так делаем, и иногда даже прям увлекаемся вот этими внутренними диалогами, которые включают в нас нересурс. Поэтому, во-первых, где наш фокус внимания, там наша энергия. Уж если вы, например, любите эти внутренние диалоги, тогда хотя бы контролируйте направление, да, там, знак вот той самой эмоции, которую вы в себе раскручиваете. Пусть это будут положительные эмоции, вот. Но буду откровенна, эта задача без какой-то такой концентрации внимания, она непроста. То есть это называется потренироваться и достаточно серьёзно над собой поработать. Тем не менее, есть стратегии, которые позволяют на какой-то триггер включать ту самую реакцию, которая была бы нам полезна, которая была бы нам подходящей или адекватной по ситуации. Ну, например, вот когда мне ребёнок там говорит каким-то голосом там какое-то слово, да, ой, мама, не могу, да, и вот у вас просто, например, крышу срывает, да, или я там слышу слово уроки, там надо делать уроки, просто, боже мой, опять, да. Вот, соответственно, если найти вот такие триггеры, да, которые прям вот включают нересурсное состояние, то к этим триггерам можно привязать ресурсное состояние. Но давайте так, вот, например, если слово там уроки у вас включает нересурс, например, там печаль, тревогу, или там опять раздражение, да, которое будет выливаться на кого? Ну, на ребёнка, конечно же, оно будет выливаться, да, может быть, там на другого родителя оно будет выливаться в виде, а почему я, а не он, да, почему это там моя обязанность, там даже тоже там родители и так далее. Вот, конечно же, например, нужно подобрать, а что хотели бы вы испытывать при вот мысли об уроках вместо раздражения? И будьте тоже немножечко честны и адекватны. Испытывать, например, какую-то грандиозную радость по этому поводу, наверное, тоже не стоит, да, это такой не очень подходящий вариант. Ну, хотя, может быть, не знаю, то есть для Монга без разницы, какую эмоцию он будет испытывать, да, но по контексту, например, это было бы очень странно. А, например, испытывать какое-нибудь состояние, ну, там, спокойствие, там, я не знаю, сосредоточенность, там, может быть, там, собранность, ясность. Это вполне себе нормальное, адекватное состояние, которое будет соответствовать контексту. То есть, когда вы выбираете какой-то триггер, который у вас запускает эмоцию, вы должны подобрать состояние, которое вы хотите, чтобы запускалось на этот триггер, которое соответствует контексту, потому что это важно, да, ну, мы, во-первых, всё равно в голове там сами по себе понимаем, да, что было бы там правильно, а что было бы странно. Если вы будете выбирать какие-то ситуации, которые вы же сами там внутри, ваш мозг будет оценивать, как, ну, такие неоднозначные, странные, оно может быть и прикольно, да, но то, что называется внутренней экологией, внутренняя экология не пропустит. Мозг сам не захочет быть странным, вот. Поэтому подбирайте то, что будет на своём месте. Итак, ну, давайте опять же пример уроков. Вот, например, уроки. Они вызывают там какое-то раздражение, да, потому что мозг сразу же рисует картинку, как он будет сейчас несколько часов, там, читать эти задания, которые, причём он же там, скорее всего, тоже оценивают, как дурацкие, как не очень хорошие, там, и так далее. Это вот ребёнок сейчас опять будет мыть, это вот ребёнку надо будет 10 раз объяснить, вот, и так далее, да. То есть фактически, как только возникла идея уроки, сразу же просто мозг очень быстро распаковал всё, что с этим связано, да, на уровне ассоциативных связей, и тут же включил вот это состояние раздражения. Окей, но это не ресурсное состояние. Тогда что? Что хотелось бы испытывать вместо этого? И вот вы можете прямо сейчас каждый для себя взять какую-то тему. Я буду говорить на примере уроков, раз уже об этом зашла речь. Вы можете взять для себя любой какой-то контекст, вот, когда муж там мне говорит вот так, или когда я вижу, что тарелка там стоит на своём месте, или когда я вижу, там, я там 10 раз попросила снова там необразно, да, или там вот, когда я вижу, там, что у меня жена вот так вот. Ну, в общем, возьмите каждый для себя какой-то триггер, который их там цепляет, да, и включает мне ресурс, и мы проработаем вот прямо, что называется, в прямом эфире, каждый свою ситуацию. Итак, как только вы выбрали триггер, немножко теперь отвлекитесь, подумайте о том, какое состояние вы хотели бы испытывать вместо этого, вместо раздражения, которое привычно возникает. и что это может быть за состояние. Ну, если мы говорим об уроках, то я предположу, можете, кстати, вот если вы мне поможете сейчас в чате, да, какие состояния было бы полезно испытывать вместо раздражения, пока идёт там обучение урокам, или, например, там, вот опять там вещь не на своём месте, да, опять разграсали вещи, там, дети или там другие члены семьи. Так, интерес попробовать, да, окей. Да, Татьяна, интерес попробовать, игру попробовать, попробовать игру, но это давайте так вот, состояние, да, состояние, вот когда я, как я себя чувствую, когда я пробую, да, когда мне интересно попробовать, когда я узнаю что-то новое, да, получится или не получится. Вот, и тогда важно вспомнить вот это состояние, вспомнить это состояние и представить следовательский интерес, Так, вот, Сергей, вот скажите, пожалуйста, по поводу переключения, да, мы сейчас продолжим или сделать маленькую паузу для переключения? Вот я вижу, что Анастасия написала просьбу. Угу. Так, ну, хорошо, давайте тогда пока, Сергей ответил, одну минутку, да, ну, давайте тогда мы маленькую остановку сделаем, то есть сейчас мы нашли триггеры и мы сейчас ищем состояние, которое нам нужно будет встроить, встроить и связать с этими триггерами. Повторю, да, по структуре. Сейчас что мы делаем? Мы находим те триггеры, которые запускают негативную, нересурсную эмоциональную реакцию, а мы, там, я взяла пример урока, вот там слышу, что надо, вот сейчас надо делать уроки, да, и у меня включается, о, боже, о, господи, это же вот, и все ассоциативные связи неприятные, да, включают у меня вот это раздражение, да, и желание этим заниматься, но что делать, да? Соответственно, вот эту эмоциональную реакцию хорошо бы заменить на какую-то другую положительную, потому что уроки делать мне нужно все равно с ребенком, да, помогать ему, но хотелось бы это делать в каком-то более ресурсном, спокойном состоянии, да? Если у кого-то там есть реакция, вот опять вещи разбросаны, вот сколько раз можно говорить, там, вот я снова вижу вещи на своем месте, и снова тогда возникает вопрос, ну, что с этим делать, да, то есть нужно заменить свою эмоциональную реакцию на другую, на какую-то более ресурсную, потому что все равно с этим жить, да, я еще раз говорю, что у нас ситуации такие, какие они есть, но наше отношение, да, то, как мы для себя это опишем, какую эмоциональную реакцию запустим, она определяет то, как мы с этим реальным, условно реальным миром будем взаимодействовать. Итак, если вы нашли вот эти эмоциональные, ресурсные состояния, то важно вспомнить, о чем идет речь, да, то есть как они проживаются, эти состояния, и, например, если это, как вот выше писала Татьяна, интерес, да, вот, ну, например, делать уроки с ребенком, ну, с интересом, помогать ребенку с интересом, потому что ребенок, вы в этот момент, вы его обучаете, вы ему помогаете знакомиться там с миром, с какими-то предметами, и вот этот интерес внутри же вас, он очень ресурсный, да, и, например, хорошо, достаточно ли вот такого интереса для того, чтобы делать уроки, и, например, если достаточно, то мы говорим, что, окей, на вот этот триггер уроки нам нужно, чтобы включался интерес, но если вы, например, понимаете, что, ну, вот интерес это хорошо, но, наверное, мне лично нужно быть чуть-чуть спокойнее, а то я просто взрываюсь там с полоборота, если ребенок там один с первого раза не понял, да, окей, что нужно дополнить, да, чем можно дополнить, и вот есть вот этот интерес, да, вот какое-то такое состояние, да, мне как-то представляется, дополнить, например, все-таки спокойствие. Спокойствие, ну, наверное, на 100% не хочется спокойствия, потому что тогда это было бы, наверное, ну, безразличие, а мне хочется, чтобы вот было такое спокойствие там, ну, процентов на 70, да, и я вот вспоминаю, как это вот спокойствие, вот то самое правильное для уроков, какое оно было бы. Окей, добавим к этому интересу и спокойствие, да, и фактически я вот представляю, да, вот формирую вот этот вот образ, вот этого вот состояния, там, интерес и спокойствие, и я могу добавлять вот столько состояний, да, вот к этому, вот к этому ресурсу, да, формирую я фактически этот ресурс, пока что на уровне аналитики, да, я представляю, с одной стороны, а что бы мне было бы полезно испытывать, да, я его ощущаю, то есть я вспоминаю, да, мозг мой ищет, а как это, как его испытывать, это спокойствие. Когда-то я его испытывала, окей, да, ну, это похоже на вот это. И все, вот я вот сюда вот представляю, как это будет, интерес и спокойствие, да, и там может быть сколько угодно, сколько угодно, вот таких вот. А что с камерой? Все, вернулось? Я не поняла, почему, что у меня случилось, честно говоря, ничего не трогала. Окей, и вот мы формируем вот это вот пространство, да, некоторое пространство, состояние, наполняем его, как я хочу реагировать, когда все разбросано. Ну, я, например, хочу реагировать, да, с пофигизмом, а как это пофигизм? О, вот так, ну, пофигизм, вот так, прям наполняя вот это вот пространство, там, пофигизм. О, нормально. Ну, спокойно убрал, там, помог, там, что-то 10 раз сказал. Надо 10 раз сказать. Окей, скажу 10 раз. Главное это сделать спокойно. Вот. То есть вы формируете ресурс. И дальше возникает вот такой момент. Как только вы осознали триггер, как только вы осознали триггер, как только вы сформировали вот это состояние для себя, вы его описали, вы его прочувствовали, как это вы его будете чувствовать, вы прям можете даже вжиться в это состояние, даже вжиться в него, и тогда вы прям почувствуете, оно или оно, или не оно, нужно что-то добавить, или это вот то самое, что нужно. Всё. И после этого, что вы делаете? Вы начинаете свяжку. Вот в этот момент, фактически, вы начинаете переобучение мозга. Всё на самом деле очень просто, но при этом максимально эффективно. Вы начинаете вспоминать, как будто бы звучит идея. Вот. Уроки. Раз, и вы просто обживаетесь в это состояние. Интерес и спокойствие. И вы представляете, как в этом состоянии интерес и спокойствие вы делаете эти уроки. Помогаете ребёнку, объясняете, читаете ему задания, либо он сам читает, вы находитесь рядом. Но вы находитесь в состоянии интереса и спокойствия, и ребёнок, он с вами рядом, он тоже спокойно занимается, Потому что вы в этот момент в интересе и спокойствии. Как только вы один раз эту связку прожили, вы снова немножечко диссоциируетесь, что называется, и вы повторяете этот шаг. Вы снова, так, окей, вот говорят мне уроки, да, или пришло время уроков, уроки, и опа, и вы снова сживаетесь в интерес и спокойствие, и вы снова представляете, что вот сидит ребёнок, он делает уроки, вы ему подсказываете, помогаете, но вы находитесь в этом состоянии. Вот здесь очень важно, чтобы вы прям телом прочувствовали вот это состояние, формировали вы его с помощью аналитики, ну, плюс там вспоминали через киноэстетику, да, но когда вы делаете связку, триггер, уроки и состояние, вы прочувствуете это через тело, и тогда мозг очень быстро начнёт переключать вас в это состояние. И вот таких шагов нужно сделать несколько, да, то есть, ну, например, там, четыре, пять, может быть, шесть, и первый раз вы сделаете очень внимательно, выживаясь, а потом вы просто машинально повторяете. Уроки, спокойствие, интерес, прожили, и снова уроки, спокойствие, интерес. Дальше вы это делаете уже на автопилоте, вы сразу же заметите, как поменяется ваша эмоциональная реакция. Уровень интенсивности изменения у каждого может быть свой, ну, то есть, каждый по-разному может оценить, кто-то скажет, о, вообще поменялось, да, то есть, есть люди эмоциональные, они очень быстро включаются в трансформацию, а есть люди, которые больше, как сказать, аналитичны, да, и они так с недоверием с каким-то понаблюдают, да, то есть, у них уровень интенсивности может быть небольшой, но он будет расти, как только по мере того, как мозг будет замечать вот те самые изменения, о, ну, ничего себе, ну, надо же как, ну, прикольно, да, то есть, вот эти изменения будут постепенно накапливаться, да, и интенсивность будет расти, но то, что изменения будут, это совершенно точно, вот. Если вы сейчас для себя, каждый для себя сделал вот это, да, да, мы встраиваем, вот даже не столько привычку, Елен, мы встраиваем новую реакцию, новую эмоциональную реакцию, ну, по сути, да, по структуре это выглядит, да, как привычка, конечно же, вот. То есть, эта техника, она очень проста, но она очень мощная, да, то есть, вы можете её использовать вот в любой, фактически в любой ситуации, где вы не контролируете своё эмоциональное проявление и реагируете на триггер. Помните, вначале я говорила о том, что, да, у нас есть некоторые сценарные наши реакции, привычные, этих сценариев, их на самом деле не так уж и много, вот. Если вы выберете ключевые какие-то, вы очень быстро поменяете свои эмоциональные реакции, ну, тут уже тоже будьте внимательны, ваши близкие могут немножко поудивляться, потому что вы вот всегда реагировали вот так, а сейчас почему-то вот так, а что случилось, да, они, может быть, будут чуть-чуть даже вас провоцировать на старые ваши реакции, ну, просто в силу того, что, ну, как это так, вы стали другой, да, вы по-другому реагируете, ну, тоже нужно будет время привыкнуть. То есть к этому, ну, отнеситесь с пониманием, да, потому что у них за вот такой провокацией тоже есть позитивное намерение, да, они вас знали, а сейчас вы реагируете по-другому, вы стали чуть-чуть непонятны, да, это может вызвать некоторую тревогу, а теперь как-то с вами жить. Вот, поэтому просто создайте им вот это вот состояние или дайте понять, что всё в порядке, всё нормально, всё спокойно, ты, ну, не переживайте, я по-прежнему ваша, вот, или я по-прежнему ваш, да, вот, всё окей, с вами всё будет в порядке, я ничего плохого не замышляю, да, это важный, очень важный момент. Вот, ещё одна техника, которая очень здорово помогает менять эмоциональные состояния в моменте, да, то есть вот техника круг совершенства, о которой я рассказала, она немножко потребует там времени, да, и она немножечко включает какую-то аналитику, да, по созданию нужного ресурса и подбору контекстов, а вот техника трансформации негативных состояний в моменте, она работает немножечко по другому принципу, заключается она вот в чём, вот, например, вы на что-то очень сильно среагировали, например, у вас включилась там какая-то тревога, ну, вот, вы там новости одни посмотрели, другие там переключали каналы, тут вам что-то близкие говорят, что они что-то почитали, ну, и запускают там, например, вот эта тревога, да, это малоконтролируемо, а что делать, что делать? В этот момент вы постараетесь ощутить эту тревогу, она в теле отзывается, да, потому что мы всегда помним, что тело, оно является таким очень крутым маркером происходящего, да, вот в нашем менталитете, ну, реальность мира для нас определяется через тело, если чувствую, значит, это правда, ну, вот разные есть менталитеты, да, ну, вот у нас это в большинстве своём вот так вот у нас там тело является критерием истинности, поэтому, да, навсегда запускается биохимия, чувствуете тревогу, значит, всё, как только вы почувствовали тревогу, это значит, что там у вас уже биохимия работает, поощущайте, где, где в теле и как в теле вот эта тревога ощущается, и у всех по-разному, у кого-то мурашки, у кого-то там сердцебиение, у кого-то там сжимается что-то, да, не даром говорят, там, душа в пятки ушла, да, там, сердце не на месте, да, это метафоры, ну, ощутите, да, ощутите вот эти чувства через метафору, когда вы ощутили, представьте, вот возьмите и вот это ощущение трансформируйте, например, в образ, в образ перед собой, а как, как выглядит эта тревога, поверьте, всё это механизмы проекции, это игры разума, ничего, вот в этом ничего такого нет, мы эти всегда пользуемся, просто не осознаём, но если мы начнём осознавать, это крутой инструмент по трансформации своих эмоциональных состояний, а как это выглядит, как, в каком образе, да, вот эта тревога, понаблюдали за ней, ничего не надо делать, просто наблюдайте, а потом, а как эта бы тревога могла бы звучать, как она могла бы звучать, да, и вы переводите раз вот вообще в другую модальность звука, интересно, да, и вы тогда просто, опять же, ничего не делаете, просто слушаете, хорошо, а если вот этот звук, а если этот звук снова перевести в ощущение, как бы тогда этот звук ощущался, и поверьте, это будут уже другие ощущения, и вот таким образом переводя идею там тревоги, идею гнева, там, страха, раздражения, из каких-то модальностей, в другие модальности, да, там, ощущения, образ, звук, в любом порядке, в любом, можно даже очень хаотично, вы заметите, как меняется ваше состояние, и фактически вы трансформируете вот эту реакцию, она перестанет быть значимой, да, скорее всего, она просто, ну, как-то рассосётся, либо перестанет называть вот те самые негативные эмоции, и это делается очень легко и быстро, и вот хорошо работает, когда вам некогда формировать новый ресурс, ну, вот вас уже захлестнули эти эмоции, вы уже в этом состоянии находитесь, всё, это показания к тому, что можно трансформировать через проводку по разным модальностям, то есть вот тоже такая техника здесь и сейчас очень помогает, да, то есть там что-то случилось, там, позвонил начальник, да, если на удалёнке там что-то у него не так, и вы там чувствуете, вот оно, оба раз провели по модальностям, звук, образ, ощущения, звук, ощущения, образ, в любом формате. Это работает очень быстро. Так, что у нас с вопросами? Сейчас я посмотрю, есть ли пять минут. Да, Сергей, я слежу, да, за временем. Спасибо вам большое, иногда я могу ублиться, это правда. Вот, так что есть вот такие интересные вещи, да, то есть если немножечко финализировать то, о чём мы с вами говорили, да, мы должны помнить, что за любыми нашими реакциями, особенно, особенно коммуникативными, если мы говорим, да, о том, что мы находимся в изоляции, всегда стоят ценности. Как только вы их выяснили, это значит, что вы имеете возможность найти другой, более прямой, правильный, адекватный способ реализации этих ценностей. Вот, если вы понимаете, что эмоции просто уже слишком сильно выдавитесь, очень долго сдерживаете, будьте уверены, что если вы ничего не поменяете, это значит, что они выплеснутся. И выплеснутся они уже не подконтрольно вам, вот, и они будут, скорее всего, разрушительны. Чем больше давили, тем больше там энергии, тем больше разрушения. Поэтому не доводите до этого. Физическая активность и автоматическое письмо, да, помогут в том, чтобы эти эмоции выпустить и канализировать правильно. Если вы понимаете, что у вас есть какие-то триггеры, которые запускают вас, включают нересурсную реакцию, тогда сформируйте ресурсную реакцию, да, сформируйте правильный ответ и свяжитесь с этим триггером. Триггер и новая реакция. И тогда вы очень серьёзно гармонизируете свою повседневную жизнь, потому что уроки вам делать каждый день, вопросы, связанные там с вещами на местах, это тоже каждый день, ну и так далее, да, то есть вот вы просто очень-очень сильно поддержите эмоциональный фон там внутри семейных отношений. И если вы понимаете, что, например, ну вот уже всё, да, здесь и сейчас эмоции вас захватили, то тогда переход по модальностям вот через тело, через образы, через звуки, и вот такой хаотичный, достаточно быстрый перевод этого состояния позволит вам просто освободиться от него, трансформировать, да, и погасить эту негативную реакцию. Ну, в общем-то, это такие простые инструменты для самостоятельного, для домашнего использования, они работают, пользуйтесь, пожалуйста, вот, и они вам всегда помогут, да, то есть сейчас особенно как раз-таки ситуация для тренировки самая правильная, да, у нас одна из ведущих мотиваций, к сожалению, может быть, к счастью, это мотивация от, да, потому что лучше всего мы учимся, когда, ну вот вообще приперло, вот, но в дальнейшем эти стратегии, они останутся с вами, вы даже не будете замечать, что вы ими пользуетесь.